В век развития технологий свою популярность не утрачивают и музеи. Как показывает статистика, в последнее время увеличивается число их посетителей. Накануне состоялись парламентские слушания по вопросам развития музейной сети в Якутии. Какие вопросы обсудили участники, расскажет Юрий Осипов. Сегодня Якутия является лидером Дальневосточного округа по количеству музеев. В музейную сеть республики входят как государственные, так и муниципальные музеи. Помимо этого, есть подведомственные. Они создаются силами энтузиастов. Перед музейными работниками остро стоит проблема хранения экспонатов. Ведь 76 зданий требуют капитального ремонта, а 6 и вовсе находятся в аварийном состоянии. Решением вопроса могло бы стать создание фонда хранилища. Это огромное здание, примерно 8 тысяч квадратных метров. И это будет хранилище для всех музеев, которые находятся в нашем городе Якутске. И помимо этого, и все муниципальные музеи будут пользоваться именно услугами этого фонда хранилища. Но как бы ни хранились экспонаты, со временем они все же устаревают. На сегодняшний день более 3 тысяч экспонатов уже нуждаются в реставрации. Это при том, что музейный фонд Якутии состоит из более 418 тысяч единиц. В год, при имеющихся сейчас 9 специалистах, можно восстановить только около 50 экспонатов. Решение кадровых вопросов мы смотрим в том, что будем готовить и реставраторов, и музееведов селевым способом. А именно селевые способы – это долгосрочная перспектива. То есть, если мы в этом году селевое место дадим, работник сможет работать у нас только через 5-6 лет. Несмотря на существующие проблемы, в последние годы отмечается существенный рост посещаемости. За прошлый год в музеях Якутии побывали более 415 тысяч человек. Это 59% населения республики. Это говорит о растущем интересе к изучению своего культурного наследия. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.